МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Юлия Бережанская, врач-педиатр Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Дети не перестали болеть, и взрослые тоже. Режим самоизоляции вносит свои коррективы в наши планы. Как правильно распределить семью, детей, себя, если вдруг кто-то из членов семьи заболел в условиях режима самоизоляции? Обычными заболеваниями. Да. Рассмотрим, конечно, обычные заболевания. Ситуация сейчас нестандартная, условия достаточно экстремальные, можно назвать их так. Несмотря на то, что практически нет никаких контактов, для обычных вирусных инфекций это не проблема. Внутри семьи, если ребенка больше одного, это, как правило, все равно риск заболеть. Особенно, если мы говорим про самых маленьких. Так как у них иммунный ответ еще не сформирован, опыта иммунологического недостаточно, поэтому они на себе реализуют практически все то, с чем сталкиваются. Приносить в семью или быть источником инфекции в семье может быть любой член семьи. Ну, в случае того, что все-таки есть предприятия, которые не остановили свою работу, и, соответственно, может быть, или мама, или папа выходить на работу. Ну, это отдельная ситуация. Ну, даже если кто изолирован, совсем многие всегда удивляет и пугает ситуация, когда дома никто не болеет, никто никуда не ходит, все выжидают, и тем не менее кто-то откуда-то какие-то проявления на себе замечает. В этом нет ничего фантастического и удивительного. На нашем теле, на одежде, на волосах всегда есть определенное количество достаточно большое вирусов, бактерий, любых других микроорганизмов. Своего рода личный зоопарк. Поэтому обмен идет постоянно. То есть мы являемся потенциальным всегда источником инфекции для кого-то другого. Но иммунитет взрослого человека с этим прекрасно справляется. У детей есть свои нюансы. Так как возраст небольшой, они могут какие-то из этих вирусных и других инфекций на себе реализовывать. Соответственно, заболевают. Заболел один, по цепочке присоединяются могут все, может ограничиться одним. Опять же, зависит от конкретной инфекции. Если говорим про грипп, он достаточно агрессивно распространяется, поэтому могут болеть все. В этой ситуации крайне важна плановая вакцинация в осенний период. Поэтому это сейчас не актуально, конечно, но на будущее важно это учитывать. Именно для того, чтобы минимизировать вот такое заболевание внутри семьи. Это касательно того, чего мы можем регулировать таким способом, как вакцинация. Не пренебрегать, да? Не относиться к этому вопросу спустя рукава. Да, сейчас очень модно быть антипрививочником и всячески об этом кричать. Но выбор остается всегда за родителем. Но вот все-таки вы как врач-педиатр рекомендуете, если нет никаких медотводов, если это не конкретный случай и конкретные какие-то противопоказания к прививкам. Все-таки за прививки? Ну, однозначно за. Я за как мама, потому что у меня четверо детей, они все привиты практически от всего, от чего существуют вакцины. То есть не зря их придумали и не зря от этих инфекций есть такой способ защиты. Я вакцинирую сама, вакцинирую всех членов своей семьи. Бабушки, дедушки, дяди, тети, сестры, подруги иногда попадают под горячую руку. То есть я ближайшее свое окружение защищаю и для них, и для себя в том числе. Потому что контакты большое количество с учетом работы. Это в эпид-сезон бывает по 50-60 больных. И риск заболеть высокий. Поэтому я за. И жизнь, и моя практика, и опыт мне не подсказали другого варианта действий. Все-таки вот в условиях режима самоизоляции, еще раз хочу сказать, что люди не перестали болеть, дети не перестали болеть. К вам обращаются пациенты? Ну, я в декрете, но обращаются ко мне за какой-то помощью, скажем так, в онлайн-формате. Сориентировать по... Ну, это сейчас, между прочим, сейчас это самое востребованное. Когда ты можешь по удаленному доступу находясь совершенно в другом месте, пообщаться с врачом, получить консультацию, показать ребенка. Это, в общем-то, все технологии позволяют. Это удобно и оперативно. Не все моменты, к счастью или к сожалению, можно решить. Важно об этом помнить, потому что иногда за помощью обращаются с такими ситуациями, которые требуют только очного осмотра. Не понимая, что через экран телефона очень сложно помочь. Но это в разы облегчает и участь родителей, и врачебную участь. Потому что можно много вопросов вот заочно решить. Потому что на приеме за 5-7-10 минут нет возможности подробно расспросить и какие-то моменты уточнить. Поэтому онлайн сейчас вышел на первое место однозначно. И он дает свои больше, конечно, положительные результаты. Дети болеют, взрослые болеют. Иногда бывает друг за другом, несколько детей. Я хочу несколько моментов по поводу организации лечебного процесса. Потому что опыт и практика большая. И на вызова, когда ходила, очень часто обращала внимание, что мама сама себе мешает в плане лечения детей. То есть здесь, опять же, нужна какая-то определенная система, определенный график, определенная тактика и стратегия. Большие сложности и вопросы возникают с тем, когда ребенок первый раз заболел. Начинаются воспоминания, может быть, это вчера, может быть, позавчера, может быть, в такое-то время, может быть, не в такое. Поэтому мне нравится работать с мамами, у которых все записано. Раньше я смеялась внутри себя над такой ситуацией, что, мол, как не запомнишь, да ладно. Но сейчас я понимаю, что это вынужденная ситуация, потому что у меня... Ну, наверное, когда у тебя один ребенок, ты, безусловно, помнишь многое. А когда у тебя уже количество переходит за три боли, это уже становится сложнее. Когда записано, все на виду. Память наша такая, что иногда не знаешь, какой сегодня день, когда там вот эти события стираются. Поэтому заболел уже в семье, неважно кто. Если это ребенок, то это в первую очередь. Начинаем вести историю болезни, как я ее назвала. А в стационаре та же самая история. Здесь, дома, в ваших домашних условиях. Суть того, что фиксировать, что происходит, в какое время, зачем и как. Как заболел ребенок, вот такое-то число, такая-то температура, такое-то время. Потому что от первых симптомов, от времени их появления, будет дальше простраиваться и тактика, и наблюдение, и какие-то лекарственные назначения, и мероприятия. Одно дело, когда ребенок болеет третий день, очень часто обращается доктор, у нас пятый день температура, что делать. Все, караул, давайте антибиотики, а мы не хотим. И вот начинаем копать в обратную сторону, вот этот вот моточек раскручивать. И получается, что не пятый день, а конец третьих суток. И картина вполне нормальная, и все течет как надо, и мама выдыхает, и успокаивается, и это совершенно другая история. Поэтому важно вот это фиксировать. Важно фиксировать какие-то лекарственные препараты. Потому что очень часто бывает, когда уход осуществляют несколько взрослых, один дал лекарственный препарат, неважно какой, не сказал, пришел другой, дал следом. Ладно, это витамин D, если мы говорим про профилактику и не болеющих детей, или там еще что-то, какой-то условно безобидный. Но если мы говорим про жаропонижающие средства, если мы говорим про антибактериальные средства, или, не дай бог, какие-то еще другие, могут быть серьезные проблемы. С такой ситуацией тоже часто бывает. Пишут, звонят, я дала, бабушка дала, папа не спросил еще, дал, что делать, куда бежать, и вообще ЧП, караул. Поэтому здесь какой-то, если препарат назначили, тоже куда-то фиксируйте, что вот я ответственный, или только один человек в семье за это отвечает. В основном, конечно, это мамы, но мама тоже живая, она тоже может что-то с ней произойти. Чтобы знать, кому, в какое время, зачем, и кто дал, вот это тоже фиксировать. Написали, расписали, галочку поставили, чтобы не было вопросов. Потому что бывают ситуации, когда меняются, мама на работу ушла, она вернулась с работы, бабушка ушла, которая осуществляла уход за ребенком в это время наблюдения. И бывают какие-то вопросы. Поэтому фиксируем, когда, в какое время была, какая температура, какой препарат дали, сколько ребенок выпивает жидкости, это тоже важно. Все вот эти вопросы всегда задаю, и очень часто в ответ тишина. То есть начинают вспоминать, а пил ли ребенок вообще сегодня, когда это было последний раз, сколько выпил и чего. Это крайне важно для лечебного процесса, про это говорю всегда. Многие не считают это важным, но это 80% успеха, выздоровление, адекватный питьевой режим. Поэтому вот в эту историю болезней пишем, сколько ребенок пьет, что он пьет, сколько он писает после этого, как часто он ходит. Потому что эти маленькие кирпичики складываются в общую картину болезни. И если ребенок не пьет и не писает, это одно. Если он не пьет, писает, это другое. И точно так же наоборот. То есть, соотношая какие-то простые вещи, можно сделать вывод. Все в порядке или есть проблемы, и нужно срочно какие-то экстренные меры предпринимать. То есть, госпитализация, анализы, антибиотики или еще что-то. Поэтому важно, какими глазами мама смотрит на ребенка. Потому что иногда бывает 3-7-3, и у мамы паника. Страх, и она начинает страшные вещи рассказывать, которые не укладываются с тем, как ребенок себя ведет и выглядит. И поэтому начинаем спрашивать, как ест, как пьет, играет, не играет, капризный, не капризный. И мама своими словами проговаривает и видит, что ситуация в порядке. Ситуация стабильная, нет никаких экстремальных вещей. Или наоборот. Какие-то симптомы не считаются важными, какая-то информация не уточняется. И вот этот вот анамнез, вот этот опрос, вот эта вот фиксация куда-то каких-то моментов, она спасает иногда. Бывает от тоже серьезных вещей. Поэтому заболел, написали. Дай препарат, написали. Кто-то как-то вот это контролирует. И так наглядно ориентироваться. И маме самой видно, что вчера температуру снижали 5 раз, а сегодня только 3. Или сегодня 2. Или вообще не снижали. И это уже динамика. И она видит, что ребенку легче. И уже вот этот вот уровень тревожности намного ниже. И какие-то, скажем так, какая-то опора под ногами, она есть. Именно потому, что мы наглядно можем оценить такого рода динамику. В условиях режима самоизоляции, безусловно, все находятся в одном пространстве. Возможно ли и нужно ли ограничить? Очень частый вопрос, по которому много споров. Особенно среди близких родственников. Мамы, папы иногда. Там чуть ли не до развода. Бабушки, дедушки наседают, что надо изолировать. Надо маски, надо еще что-то. Но в условиях двухкомнатной квартиры, в средний вариант, это бесполезно. Ребенок или больной все равно ходит в туалет. Ходит еще куда-то, воздушные потоки пересекаются. И это только усложняет процесс, скажем так, лечения и выздоровления. Поэтому, если есть больной, держите его у себя на виду. Там, где мама находится. Если мама условно кухня или еще что-то циркулирует, пусть ребенок будет рядом с вами, условно в большой комнате. Даже если там есть и здоровые дети. Все равно все пересекаются 50 тысяч раз. И вот такая изоляция, она лишний раз только, опять же, этот уровень тревоги поднимает. Что мама переживает, что вот здоровый облизывается вот с этим. Взял его ложку там или еще где-то что-то. Они там понюхали одно и то же. Поэтому в условиях ограниченных вот таких площадей нет смысла в жесткой изоляции. Для профилактики есть смысл. Влажная уборка. Потому что вирусы и все те, кто может стать причиной заболевания, они в окружающей среде. Поэтому больной, который выделяет этот вирус в окружающую среду, все это оседает вокруг пол, какие-то поверхности. Поэтому влажная уборка важный момент, про который не надо забывать и списывать со счетов. В каком она объеме, без разницы, как получилось. Неважно даже кто это будет делать, но как-то вот освежить поверхности. Важный момент проветривания. Тоже многие любят закрыться. Никакого свежего глотка. Только 25 температур и жарим. В таких ситуациях и заболеть намного легче, и поправиться тяжелее, и всем другим заболеть тоже реально. Поэтому проветривание, влажная уборка – два главных профилактических момента, чтобы не заболеть остальным. И чтобы больному тоже скорее поправиться. Потому что для профилактики еще нам нужны нормально работающие слизистые. Это в первую очередь полость носа. Для того, чтобы нормально она работала, нам нужна температура 19-20-21 градус и влажность 55-60%. Если идут перекосы, соответственно, защитная функция страдает. Восприимчивость повышается, и риск заболеть от соседа по дивану и по кровати от близкого родственника в разы выше. Поэтому это тоже важно. Многие забывают, не следят, не считают важным. Поэтому проветривание, влажная уборка, увлажнение и циркуляция, скажем так, потоков в условиях помещения. В принципе, этого достаточно. Ну и самое главное – ввести дневник в здоровье. Да, да. Ну здоровье можно не вести за здоровыми, не надо их там бегать каждые 3 часа, температуру не измерять. Важно держать в поле зрения заболевшего. И если болеет больше одного, тем более важно вести вот какие-то такие дневники. Потому что тогда точно дезинформация одному дали, другому дали, кто когда впервые заболел, кому стало хуже, кому лучше. И эта информация дает, опять же, какую-то четкость и безопасность в дальнейшей, опять же, тактике. И очень часто, если болеет больше одного, первый заболел, полечили активно, на второй день второй заболел, про первого уже как-то забыли, вроде ему лучше. И уже весь ракурс на второго. И бывает так, точнее, очень часто бывает, что первый ухудшается, причине того, что бросили его лечить тем же самым отпаиванием или еще чем-то заниматься, и он переключает внимание со второго. Поэтому важно не бросать первого и активно лечить 3-5 дней, как положено, даже если у него все плюс-минус хорошо, если динамика положительная, но не бросать. Именно по причине того, чтобы не стало хуже. Поэтому задача со звездочкой на повышенную оценку, но важно вот эти моменты. Ну и плюс, да, маме какую-то адекватность сохранять, вспоминать, что ей надо где-то почерпать ресурсы. Мы тоже просим о помощи, меняемся с кем-то из родственников, особенно если говорим про ночные какие-то дежурства, если высокая температура, если надо что-то контролировать. Если ночью не спали, спите днем. Опять же, какие-то дела подождут, но ночью всегда все представляется в ином свете. Поэтому надо контролировать свои действия. Очень часто проблемы с тем, что дали не тот препарат, что дали не ту дозу. Обычно идет превышение в десятки раз именно потому, что не выспалась, потому что ночь, потому что не видно, не слышно. И важно отдавать себе в этом отчет. Поэтому ночь прошла тяжело, спите днем, восстанавливайтесь как-то днем, ищите эти моменты, подключайте кого-то родственников. Три часа спит один, три часа другой или еще какие-то моменты. Ну это на такие острые ситуации, обычно это первые сутки, если ребенок лихорадит, если высокая температура, если нарушение самочувствия. Если плюс-минус ровно, то там дальше уже в режиме, сколько ребенку лет, как болеет, как поправляется, и в общем ориентируемся по ситуации. И тогда можно из любой ситуации выйти с наименьшими проблемами. Да, самое главное не навредить, дров не наломать, и потом выдохнуть с облегчением. Спасибо, Юля, за ваши советы. Буду рада помочь. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok